Ну что, дорогие друзья, всем привет! И вы, как видите, сегодня будет хорошее видео, которое стоит посмотреть и поставить лайк, наверное, я думаю. С вами Фриги Викинг, вы у меня в гостях на моем канале. Всем хорошего настроения, всем просто хороших новогодних, предновогодних праздников. Скоро у нас Новый Год. И мы сегодня будем рассматривать двух новых легендарных героев, которые буквально вышли вот сегодня, по-моему. Я недавно зашел в игру, ребята уже там слюнями истекают, обсуждают, что за две пушки у нас появилось в игре. Да, они будут доступны далеко не всем и не скоро, но действительно мне очень понравились эти герои. Прежде чем мы начнем о них разговаривать, выстраивать какое-то мнение, сильно, конечно, конкретизировать мы не будем этих героев, потому что пока разработчики показали нам, что зачастую, когда выходят новые герои, много ошибок в навыках. А даже одна ошибка в навыке может в корне менять смысл героя в целом. Поэтому смотрим, отталкиваемся от того, что есть, делаем небольшое свое мнение об этих героях, а вот уже потом, когда будут тесты, когда будут доступны отчеты, можно будет увидеть механику, уже будем конкретизировать и пытаться понять, что же на самом деле они из себя представляют. Перед тем, как мы поедем, напомню вам, ребята, подписывайтесь на канал Фриги Викинг, конечно же, ставьте колокольчик, чтобы видеть всю информацию, которая выходит на моем канале, фри-то-плей контент от меня для вас, от души. Также ставьте лайки, пишите свои вопросы, ну или просто какие-то интересные креативные комментарии. Всем, ребята, хорошего настроения. Поехали! Первый герой легендарный, и это Леонид Первый. Спарты здесь, ребята, поднять щиты. На самом деле, хочу сразу сказать, что как нарисованы два новых героя, мне нравится больше всего, наверное, на данный момент и всех героев. То есть мне они реально очень понравились, по крайней мере, лично для меня, может быть, это мое сугубо мнение, по сравнению вот с Атилой... Где у нас Атила? С Атилой и Токедой. Два новых героя мне нравятся больше. Кстати, напишите обязательно в комментарии, как вы считаете, какие внешние герои вам больше нравятся? Прошлая пара кавалеристов, либо же два последних пехотника. Давайте к Леониду все-таки. Мне нравится, что я самое первое выделю, это ветка. Это ветка талантов. У Леонида есть пехота, гибкость и защита. Я уже не раз говорил, и пока склонен доверять своему мнению, и утверждаю пока то же самое, что и говорил, что защитная ветка для пехотных командиров зачастую одна из самых уникальных. То есть эти командиры действительно очень танковые. За счет защитной ветки эти командиры могут переламливать ход сражения. Они могут впитать в себя столько урона, повесить на себя столько жира, что зачастую это становится ключевым моментом. И здесь мы у Леонида видим ветку защиты. Мне это очень нравится, и я уже начинаю предполагать, что это все-таки будет танковый герой со своими изюминками. Да, конечно, пехота у нас и так жирная, но вот с защитной веткой и с некоторыми навыками Леонида, сейчас мы к ним перейдем, потому что я мельком уже так посмотрел на них. Я думаю, что Леонид внесет очень много интересного для пехоты, так как у него есть классические задатки танка, и есть несколько изюминок, к которым мы скоро перейдем. В общем, повторюсь, ветка защиты мне очень нравится. Напомню, что она есть у Ричарда и Мартелла, и мы знаем, что эти два героя, в принципе, ну, очень серьезные ребята, очень серьезно себя показывают в поле боя. Следующее что? Это первый навык. Царь Спарты увеличивает здоровье войск, которых ведет Леонид, на 10% на 3 секунды. При прокачке в 5 мы получаем 30%. То есть, на 30% мы поднимаем здоровье войск, которые ведем, на 3 секунды. Опять же, возвращаясь к первому мнению из защитной ветки, это много-много жира. Ребята, 30% здоровья для пехоты на 3 секунды – это стена. На самом деле, это очень много. Далее, вторая часть первого навыка. Цель. Нет, не цель. Наносимый... Так, что это я туплю? Наносит прямой урон не более чем 3 врагам. Это уже мы понимаем, что сплэш урон. В секторе перед собой множитель урона при прокачке в 5-600. Цель, на которых действует тишина или снижение атаки, дополнительно получают 50% урона. То есть, что мы получаем? Мы получаем сплэш урон по 3 целям с множителем в 600 при прокачке в 5 и еще 50%, то есть, уже множитель урона у нас получается 900, если, к примеру, у цели снижена атака, на ней висит дебаф или тишина. Что хочу сказать? Сплэш урон для пехоты очень хочу. Очень мне нравится, потому что есть мой любимый Судзы. Это действительно один из самых универсальных и крутых героев. Сплэш урон с пехотой. Я этим пользуюсь. И мне нравится, что сейчас вводят таких командиров. Да, казалось бы, первый навык не имеет какого-то счета там 25 тысяч единиц, не имеет, я не знаю, урона там в 2000 единицы, но 30% здоровья на 3 секунды и сплэш урон. Достойный сплэш урон в принципе. Опять же, возвращаюсь к тому, что Леонид будет стоять, будет танком и будет царапать неплохо противника. Далее переходим к навыкам. Второй навык. 300 спартанцев. Если армия этого командира состоит только из пехоты, ее защита повышается на 10% при прокачке в 5, на 30%. Набор ярости ускоряется на 15% при прокачке в 5. Опять же, о чем я и начинал говорить. Бонус в защите 30%. Еще дополнительно с пассивки мы получаем 30% к защите пехоты. Ребята, это будет танк. Это будет мощный танк. Скорость набора ярости увеличивается на 15%. Это нам дает возможность ставить под него нюкера, например. И за счет быстрого набора ярости, 15% к набору ярости, это достаточно прилично. Это будет связка, которая может наносить урон. Стоять и наносить урон. Я этого очень ждал и очень, в принципе, хотел. Леонид пока, по моему мнению, способен на такие действия. Далее, по третьему навыку. Когда у армии под руководством этого командира остается менее 50% силы, при атаке на эту армию она может получить щит на 3 секунды. Множитель 800 при прокачке в 5. Пока действует щит, атака войск повысится на 15% при прокачке в 5. Ребята, начал я с таланта. Читаю от навыка к навыку. Смотрите, это будет танк и это будет атака. Я люблю Леонида, он мне нравится. Пока все мои размышления о нем и слова подтверждаются, ну, по крайней мере, вот этим теоретическим познанием. Щит 800 хороший. В каждом навыке есть здоровье, защита и есть какие-то предпосылки к урону. Пускай небольшие, но при комбинаторике грамотной, я думаю, что все-таки этот герой уже у нас выходит из меты Мартелла и из меты Ричарда, которые также имеют защитную ветку, но практически не имеют никакого урона. А вот Константин уже у нас с заявочкой на урон от пехоты, при этом имеют танкерские способности. Четвертый навык. Сын Льва. Когда Леонид находится на карте, его атаки с вероятностью в 25% повышают весь урон атак его войск на 10% при прокачке в 5. Эффект длится 5 секунд, накапливается до 4 раз. Урон 25% вероятность, бонус к урону 10%. Длится 5 секунд. Мы еще добавляем атаки для своих войск. В принципе, по четвертому навыку больше говорить нечего. И вот пассивочка. Вот пассивочка, ребята, меня очень сильно заинтересовала, и пока у меня неоднозначное мнение о ней. Смотрите, когда у армии под руководством этого командира остается менее 10% силы, весь наносимый урон повышается на 400%. А защита войск от урона повышается на 50% на 10 секунд. После выхода армии из города эффект может сработать только один раз. Вот смотрите, вроде бы какой-то не очень понятный, ну вернее он понятный, но вроде бы не очень полезный. Тем более экспертный талант. Вроде бы какой-то абсурд. 10% силы, когда в пачке остается, вроде бы это уже не серьезно. Но здесь пока ничего не написано о том, как это будет работать на гарнизоне, как это будет работать на ралли и на контрралли. Если вот это будет работать, скорее всего, на ралли это будет работать. Потому что здесь написано, что при выходе командира из города. Ралли это выход командира из города. Если разработчики ничего не накосячили, то это должно работать точно на ралли. То вот это, вот эта экспертиза, ребята, будет увеличивать после того, как опустится сила до 10% в пачке вашего ралли на 400 и вешать защиту войскам от урона на 50 на 10 секунд. Это просто бомба. Это действительно боевой навык. Это навык для того, чтобы стратегически переламливать ход событий. А если это еще будет работать на гарнизоне, ребята, это действительно очень, очень серьезная штука. Вы представьте себе, что когда идут затяжные бои, либо вы делаете ралли, либо вы стоите на гарнизоне и когда у вас у оппонента падает сила, постоянно подкрепляют, у вас падает сила гарнизона либо ралли, тоже крепите его. Бывают затяжные бои по несколько часов, когда крепят ралли. И вот когда дойдет до этой отметки и противник тоже хорошо просядет, ребята, вот этот бонус будет более чем крутым. я уверен, что как-то это будет работать. Пока не могу вам сказать, что вот ребят, так вот будет работать точно, потому что здесь пока не написано конкретики, здесь непонятно, будет ли работать это на гарнизоне, будет ли работать это в ралли. Да, в поле это тоже будет круто, но вот именно на таких серьезных мероприятиях в войне вот это ребята будет пушечка, вот это будет действительно достойная вещь, потому что это важно. Мы все играем ради войн, мы дефимся, мы нападаем именно на КВК, который вдохновляет нас сейчас играть, именно защита, атака, структуры это основная задача. И вот если Леонид внесет какую-то новую волну вот в эту тему, это будет круто. А я думаю, что куда-то он все-таки внесет свою лекту. И вот экспертный навык, который выглядит не так уж вроде бы и круто, он действительно очень достойный. И это действительно очень сильный навык. Что скажу про Леонида? Много защиты, есть заявки на урон, пехотный командир, спартанский красавец. в принципе про него больше говорить ничего не буду. Он мне нравится. Нужно посмотреть, что он будет из себя представлять именно в бою. Но пока на данный момент это достойный командир. Это действительно очень интересный и достойный командир. О нем мы закончим и сейчас перейдем к второму пехотному командиру, которого нам сегодня подарили разработчики. И пока мы еще на него не взглянули, кто не видел, я хотел бы сказать, что я бы отдал сейчас любого командира взамен на то, чтобы прокачать вот именно того командира. То есть я, как многие знают, недавно сделал Лисонгеб. Нет, Лисонгеб я не отдал, он фуловый. Но сейчас планирую качать Ричарда либо Александра. Я бы отказался от этого только ради того командира, который вышел. Давайте на него посмотрим, это Гуань Юй. Гуань Юй. Это вот такой прикольно нарисованный чувак. И это действительно новое слово в пехоте. Что я так давно хотел от пехоты, это много атаки. Чтобы комбинировать это с танкерскими способностями, чтобы это можно было комбинировать с другими персонажами, с другими войсками как-то. И вот этот парень для меня сейчас просто песня. Это пехотный Эдвард. Наверное, я могу назвать его так. Пехотный Эдвард. Но действительно это пехота. И это все еще жир. Гуань Ю. Ребята, давайте пройдемся по его навыкам, и вы, наверное, поймете, о чем я сейчас говорил. пехота. В принципе, самое главное, самое интересное, что пехота у нас уходит в навык. И я опять же делаю отсылку к своему любимому Судзи. Я всегда говорил, что это один из самых лучших героев, хотя он и фиолетовый. Пехота в навык. Это новое слово в игре. Это действительно то, чего я очень сильно ожидал, и это мега-мега круто. Пехота, завоевание, навык. Да, мы понимаем, что, скорее всего, ралить будет очень неплохо этим товарищам. Сейчас мы также это убедимся, рассматривая его навыки. Но для меня самое главное здесь навык. Я играю Судзи в навык, ставлю под него дамаг дилеров. И вот Гуань Юй действительно тот герой, которого я сейчас хотел больше всего. Это действительно, наверное, пехотный Эдвард. А почему я его так называю, для этого стоит посмотреть на его первый навык. То есть это примерно то, что сделали с Эдвардом. Святой войны наносит прямой урон не более чем трем врагам, опять сплэш урон, ребята, опять сплэш урон. В сектор перед собой множитель урона 550, а также на 3 секунды накладывает на цель тишину. И вот про тишину как раз-таки у нас есть отсылочка в навыках у Леонида про срезку атаки, про дебаф атаки и про тишину. Но пока мы про это говорить не будем. Когда Гуань Юй основной командир, то множитель урона увеличивается на 1100. То есть, что мы имеем? Если Гуань Юй стоит у нас вторым командиром, он бахает по области 1000. Если Гуань Юй стоит у нас первым командиром, я, может быть, неправильно сказал, в общем, вторым командиром 1000 по области, первым командиром 2000 по трем целям. Ребята, это круто. Вот именно о чем я говорил. И также 3 секунды тишины. Ребята, вот очень я хочу этого героя. Это очень круто. Это действительно новый виток пехоты. Это будет много атаки. Это будет много различных применений. Поехали дальше. 5 генералов тигров. При атаке на гарнизон урон от обычных атак повышается на 15% при прокачке в 5. Обычные атаки с вероятностью в 10% снижают атаку одной цели на 30% на 3 секунды. Что нам дает этот товарищ? Он разгоняет бонус к урону от обычных атак на 15% по гарнизону. И также уменьшают атаку цели на 30% на 3 секунды с вероятностью в 10%. То есть сборить гарнизоны с помощью этого товарища будет тоже одним удовольствием. Посмотрим опять же о комбинаторике с другими командирами я обещал вам сегодня не говорить. И постараюсь этого не делать. Это будет сейчас пока слишком наверное лишняя информация. Но в целом второй навык позволяет нам рассмотреть Гуань Юй как отличного сборщика ралли на гарнизоны. Ну конечно первый навык тоже неплохо дает для атаки гарнизона. Так третий навык победа над Хаус Сюном очень все интересно так написано. Я просто еще только визуально смотрел все эти навыки я честно еще прям вот только пробежался и решил скорее выложить вам свое мнение. Атака пехоты повышается на 10% а скорость на марше на 3% при выходе из боя Гуань Ю лечит часть слегка раненых воинов множитель 500. То есть при прокачке в 5% бонус к атаке пехоты 30% бонус к скорости пехоты на марше 15% множитель исцеления при выходе из боя 1000% что нам дает этот навык помимо бонуса к атаке пехоты и опять же к скорости на марше множитель исцеления будет работать только при выходе из боя но это неплохо если грамотно играть если хорошо контролить свои войска я имею ввиду это полевые битвы то вот это вот этот навык может очень хорошо повлиять то есть если мы будем побеждать и нападать на следующую цель либо же как-то выходить из боя и возвращаться в него то мы еще бонусом сможем получать лечение в 1000 что будет достаточно неплохо для такого командира который имеет очень много урона и имеет сплэш урон как раз таки сплэш урон это будет более чем просто круто это блин ну это просто пушка меня разрывает ребята надо остудить свои эмоции поехали дальше четвертый навык клинок полумесяц зеленого дракона когда навык святой войны а это у нас первый активный навык поражает всего одну цель он с вероятностью 50% наносит цели дополнительный урон множителям в 1000 при прокачке в 5 когда навык поражает 2 или более цели вероятность нанести дополнительный урон составляет 50% но с множителем уже в 1400 это просто пехота с пехота с нюком больше здесь нечего сказать пехота и нюк пофигу то что это пехота пофигу что она ну просто должна неплохо стоять она будет просто рвать ребята поехали дальше экспертиза одинокий всадник пассивный навык когда гуанью получает щит урон от его активного навыка увеличивается на 15% на 3 секунды когда гуанью покидает постройку его скорость на марше увеличивается на 100% на 3 секунды по поводу щита эта тема будет работать с мартелом с александром и как раз таки с леонидом то есть если мы будем получать щит от пары с этими пехотными командирами то мы еще получим урон от активного навыка на 15% больше правильно правильно и так же когда мы будем выходить из построек мы будем увеличивать скорость на марше на 100% на 3 секунды тоже очень круто и будет уже это хорошо работать именно с пехотой которая бегает сейчас александр нам дает много в принципе скорости к пехоте у гуанью тоже есть свои прелести в этом деле да это не главные стороны но тем не менее мы уже получаем более мобильную пехоту что тоже очень круто все ребята закончил я с прочтением его навыков со своими эмоциями но в целом немножко еще в конце добавлю в общем вот этот парень поражает меня просто это просто то чего я очень хотел я никогда не говорил то что я хочу блин вот таких вот таких героев я просто сидел и ждал я просто действительно ждал когда сделают очень крутого пехотинца и сделают его в нюк именно в урон от навыка Леонид тоже крут действительно крут он будет очень стойкий но он будет позволять и сам разгонять атаку и с комбинаторикой с другими героями он эта связка будет нести тоже много атаки и также еще много вопросов действительно к его экспертному навыку ребят герои в целом очень крутые тоже посмотрите сами почитайте подумайте что они из себя представляют нацельтесь на то что вы хотите ли их получить не хотите ли их получить мне они в целом оба нравятся я бы хотел обоих этих героев в замену наверное многим легендарным командирам которые сейчас есть в игре действительно они меня поразили на этом я свое эмоциональное видео заканчиваю не судите строго потому что действительно вот с честными эмоциями я читал вам все эти навыки потому что перед этим прочитал их только один раз и смог немножко поразмыслить по факту я сейчас выстраивал свое мнение вместе с вами можно сказать онлайн всем хорошего настроения подписывайтесь на мой канал веду сбор на оборудование когда сделаю когда вам достигну с помощью вас ребят этой цели многие мне помогают чем могут будет много контента будут стримы бешеные с квк с прямым включением боевые действия до этого нужно дойти до этого мы растем мой канал растет спасибо вам за вашу поддержку ну в общем-то не забывайте про меня всем хорошего настроения с вами был старина фриги всем пока пока Продолжение следует...